Мы познакомились, коротко познакомились с историей геронтологии со взглядами на старость, которые были в древне-греко-римском мире и были в средние века. Наша новая тема сейчас – это научный взгляд на старость, современный научный взгляд на старость. Я основывалась на следующей литературе. Это сугубо научная литература, психологическая. Я искала те книги, где много жизненных примеров, более популярные книги. Это очень хорошая книга, Грановская «Элементы практической психологии». И еще сборник статей по геронтологии «Психологическая помощь и консультации» под редакцией Тутушкиной. Вот эти две книги в основу легли этой части у меня. И, конечно, Мечников, «Этюды оптимизма». Это, конечно, Ананиев, «Человек как предмет познания». Это Гермек, «Геронтология учения о старости и долголетии». Ну, какие-то главы из общей основы рефлексологии человека, Бехтерева. Вот это такая литература. Ну, суммируя все это, я и построила вот этот рассказ «Научный взгляд на старость». И тут я сделала очень много открытий. Я думаю, для вас тоже будет открытие. В общем, понимаете, что получается, что если считать старением падение каких-то функций, уменьшение каких-то функций, то это все процессы, которые начинаются с момента зачатия. То есть нету такого понятия «старость в 50 лет» или «старость в 70 лет». Понимаете ли? Мы будем делить периоды старости, будем делать такие. Но это очень условно. Потому что уже когда организм маленький растет с момента зачатия, уже какие-то там чуть не первый месяц, какие-то функции, какие-то клетки отпадают. И это есть момент состарения. Вы понимаете? И поэтому я на чем кончила предыдущий наш разговор, взгляды Августина. Что мистическая старость – это духовное возрастание, которому нету предела. И вы знаете, что хижина ветшает, а дух обновляется. И очень часто получается, что человек может молодеть душою, при том, что его тело стареет. И это уже духовное. А физиологически, вот эта хижина, она ветшает. И это начинается с момента зачатия. Рост организма и интенсивность его функции ведут к спаду и ухудшению свойств организма. Это все-таки парадоксы нашего развития. Я говорю, что когда начинаешь вникать в научные исследования, то ты обнаружишь многие духовные вещи. Да только они объясняются физиологически. А это очень интересно, что какие-то качества у тебя развиваются. Для организма в целом это может быть совсем и нехорошо. Но это потом будет конкретно видно. Значит, есть эволюция. Эволюция развития. Но как только появляется эволюция, одновременно появляется движение инволюции обратное. Они идут вместе. Понятно это два слова, да? Эволюция, развитие и прогресс. А это регресс. Инволюция. И эволюция начинает сопровождаться обратным движением, инволюциям. И вы знаете ли, что организм никогда не стареет сразу, весь, целиком. Какие-то наши функции... Ну почему? Если человек живет сто лет, сколько у него болезней откроется, представляете? Которая в скрытой форме находится. Понятна эта мысль? Просто очень многие болезни не успевают проявиться. Человек уже умрет от какой-то из них. Они еще не все проявились, потому что они где-то еще в скрытом виде. Организм никогда не стареет весь, целиком. Какие-то органы имеют спад около 45 лет. Другие органы ослабеваются в моменты половой зрелости. А третьи органы, их функции падают в конце эмбрионального развития эмбриона. Зачатка. Это, например, уменьшение обмена веществ, клеток, регенерации. Одни психологические особенности снижаются рано. Другие сохраняются до конца. Инволюция берет верх над эволюцией в 40-50 лет. То есть процесс обратный. Где-то сказать 40-50. И вы знаете, что остается без ответа вопрос. Старение. Это физиология или патология? А понятная разница? Физиология – это что-то нормальное, а патология – это что-то болезненное. У нас был один замечательный член церкви, такой старенький. Тоже он у Господа уже. Любимый член церкви, который всегда на помощь приходил. Там всем ремонтировал, помогал, встречал, провожал, защищал, я не знаю как. Чудный совершенно член церкви. И он везде присутствовал, на всех учениях и обучениях. У нас однажды читала лекцию, я тоже люблю учиться, и тоже с ней вместе присутствовала. И он на какой-то лекции задал вопрос. Скажите, пожалуйста, обращается к нашему брату, кто доклад делал, старость – это болезнь или что? Вот почему? Я должен себя чувствовать плохо? Я здоров. У меня болезни нету. Почему я себя плохо чувствую? Почему? Старт же – это ж не болезнь. Понимаете, поставил вопрос. Но я сидела около него и сказала ему сразу, этого эквезиаста, как-то. Тут очень интересно. За дождем новые тучи идут. Я тут ничего не поделаешь. Это уж очень мне это нравится. Это все, я тоже эквезиаст. И мы читали это вначале. Никто не помнит это наизусть, нет? Это второй стих. Такой ли не померкло солнце, и свет, и луна, и звезды, и они нашли новые тучи вслед за дождем. Вот я почитала ему это. Новые тучи приходят вслед за дождем. Дождь пролился, но ты не поправляешься. Дождь прошел, а новые тучи идут вслед за дождем. Я ему сказала, что болезнь не болезнь, но вот прошла какая-то болезнь или что-то такое. Тучи, дождь пролился, но вслед за дождем идут новые тучи. Но он очень возмущался, говорит, это же не болезнь. Почему я должен себя плохо чувствовать? Это же не болезнь. Я понимаю, когда я простудился, или ногу сломала, или у меня там, не знаю, позвоночники какие-то, грыжа какая-то выросла или что-то еще. То есть я не больной. Почему же я плохо себя чувствую? Старость – это болезнь или не болезнь? Понимаете меня? Так вот тут такой же вопрос. Остался без ответа вопрос. Старение – это физиология? Это нормально? Или это патология? Это болезнь? Это болезнь. И кто-то остроумно заметил. Старость – это неизлечимая болезнь. Но, тем не менее, есть раздел медицины – гериоартрия. Это занимается лечением старости. Вот наш русский геронтолог Мечников не считал старение естественным и обязательным. Это случайное заболевание, которое можно остановить, подавив в кишечнике гнилостные процессы. Для этой цели изобрел специальную простоквашу. Она пользовалась очень большим успехом Мечниковской простоквашей. Так вот, я вам говорила уже, что это не стало все-таки таким универсальным способом, чтобы можно было простоквашей остановить старение. Можно вопрос? Да. Может быть, вы слышали о таком Поле Брегге, да? Да. Пауль Брегг или Поле Брегг. Так вот, говорят, что он 95 лет был, как 19-летний пацан. Это действительно правда или нет? Вот, ну, эту историю я не знаю. Но я знаю, что есть долгожители. Я знаю, что есть люди, которые выглядят моложе своего возраста. И я знаю, что есть целый ряд процессов, которые препятствуют инволюции. Ну, он говорил, что... Вот я чего хотел спросить. Он говорил, что вот именно этому процессу не препятствует, а... Да, препятствует голодание. То есть, он основу своей жизни ставил на голоде. Знаете, что голодание... Голодание – это огромная область науки и медицины. Я только одно знаю, что это дело хитрое. И автоматически никак невозможно это применять. Но я знаю, что для каких-то людей это так же естественно, как, например, вот человек, который кровь сдаёт. Да? Если он прекратит сдавать кровь, то это ему плохо. И это ему необходимо, чтобы себя в тонусе держать, ему необходимо сдавать. Есть люди, которые голодание так же воспринимают. Они себя просто плохо чувствуют, когда они не... Это проявлена зависимость, получается. Это не независимость, это образ жизни. Другое – чувствовать себя плохо, если он пробежку не сделает. Это же независимость. Понятно. Все понятно. Понятно. Все понятно. Спасибо. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансом. О чём молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Так вот, ещё вопрос. Значит, первый вопрос – это физиология или патология, да? А второй вопрос. Неизвестно также, старение – это потеря чего-то или накопление чего-то? Равновесие жидкости, потеря жизненной энергии, природного тепла, влажности. Что это такое? Опять мы возвращаемся к Галену, который об этом говорил. Профилактика старения тоже восходит к древности. Вы знаете, что вот эти всякие влажность и тепло, и там, скажем, всякие масляные протирания, ванны, обёртывания, вот как-то это, чтобы тело не было сухим и было бы влажным и тёплым. Ну так вот, в вопросах старости ещё есть психологические и социальные проблемы. Полезны старики или нет? Приятна или неприятна старость? Вот мы будем отвечать на эти вопросы. Равиновский сказал, что это зло, нужно уничтожать. Ну, Жириновский у нас молодец. А что, он молодой? Авторитет. А вы знаете, что? Он сказок не считает. Это необходимейший человек в нашем обществе. Без него он смеет. Он всякие проблемы выговаривает. Ну, знаете, как вот шут в старое время. Он мог задать вопросы. В главной стране, да? Да. Никому нельзя, а ему можно. Вот мой сын, он обожает его слушать. Я всегда согласен с ним. Просто как-то об этом другие не говорят, а он выговаривает. Приятна или неприятна старость? Цицерон, мы говорили, он восхваляет пожилой возраст. Считает его наиболее ценным для человека и общества. Тут и опыт, и сила характера, и здравый смысл, и страсти успокаиваются, и мысли проясняются. Ну вот. Но были народы, которые уничтожали стариков. Африканцы, полинезийцы, эскимосы, древние скандинавы, некоторые славяне. А потом вернулись. А? А потом вернулись, оставлять стариков. Об этом много есть таких фольклора, всякие истории, исторические сказания о пользе стариков и их опыта. Многие имена мировой известности принадлежат старикам. Сафокл, Синека, Сократ, Платон, Гиппократ, Тициан, Вольтер, Толстой, Верди. Это все за 90. Но проблема не только в долголетии. Демокрит, это тоже философ древности, он сказал. Большинство людей желают долгой жизни, но не знают, что делать, чтобы она была приятной. Ты имеешь долгую жизнь. Вы знаете, мы будем говорить про многие кризисы возрастные. Один из кризисов выход на пенсию. Дальше будем разбирать это. Когда ты получаешь свободное время, ты не знаешь, что с ним делать. Это в России. Большинство людей желают долгой жизни, но не знают, что делать, чтобы она была приятной. Она должна быть приятной. Она может быть приятной. И она, приятность старостью закладывается в молодость. Вот у меня молодые слушатели появились вон там, на галерке. Я желаю, чтобы было побольше, потому что молодые должны знать, что сейчас закладывается приятность вашей старости. Общительность, приветливость, легкость характера. Вот. Несчастные и одинокие старики это социальные проблемы. И дома для престарелых не решают это никак. где старики вместе собираются. Старик со стариком. Можно вот такой вот вопрос, ну или не вопрос, я не знаю, у меня случай такой в жизни был, что вот, ну старую бабушку, женщину, не знаю, она жила в деревне, да, и вот работала у себя, вот у себя в хозяйстве, там постоянно в своих проблемах какие-то крутилась, и все прекрасно было. И сыновья, зачем мне, ее перевезли в город, посадили в квартиру, где горячая вода, где все нормально, все прекрасно. И через каких-то буквально там год, может быть, может быть, даже месяц, я не знаю, она просто-напросто взяла и умерла. Такая вот была деятельная, все нормально, все прекрасно. Нельзя менять рабочие привычки и место жительства. В старости. В среду обитания нельзя. Да. Ты уже тут приноровился. Вы знаете, что даже я поражаюсь тому, что вот в Заполярье или там эскимосы, они приноровились, они в своем климате хорошо живут. Их перевозят и начинают с того, что ванна, а им мыться нельзя. Не надо им, они должны все жиром быть покрыты. И это очень хорошо для них. Ой, так, наверное, для бомжей. Ну, для них это хорошо. Ну, хорошо. А ленинградцы? Ленинградцы живут и приноровились к этому болоту. Родное, любимое болото. Как мы приноровились к радиации? Ну, вот. А кто к нам приезжает? Да нет у нас радиации, что вы... Ну, да, спокойно. Ну, ладно. Я специально мерил. Спокойно. Вот. И больше всего стариков сейчас во Франции. И вообще в Европе там как-то научились этой проблемой решать. У них очень активные старики. Они все за рулем. Они все в путешествиях. Туристы. Они состоят все из стариков. Туристские эти группы. Им очень интересно путешествовать, новое что-то узнавать. Оказывается, старые люди с огромным интересом учатся, узнают новое, путешествуют. Понимаете как? И мне нужно сделать это. Субтитры создавал DimaTorzok